привет друзья и снова я с вами и предыдущий ролик он получился не совсем такой каким бы я хотел бы сделать и немножко неправильно подал материал должна быть определенная логика не совсем она получилась сегодня я был в магните в магните эта пачка стоит тоже 119 рублей я вам скажу что вот это вот вот как говорят блогеры но ну я бы не скажу совсем она и те останки которые продаются запаски на них по 2 500 они на самом деле не намного лучше вот этот система система на лезвийные с ограничителем собственно говоря это прототип же станков со сныным лезвием по сути вот ну все работает блин вот ваша система бугерская но все работает но бреет но вы должны понимать что и станки и презративы и все остальное конечно невозможно их то вот с этим сопоставлять это многоразовое представьте одноразовый стакан есть стакан который стакан а есть стакан который попил и выкинул со стакана который стакан никуда ничего не попадет нигде ничего не будет а со стакана который попил выкнул будет все везде забито и в том числе в свои днк вы получите грызки этих молекул которые растворяются и разлагаются во внешней среде. Это ужасно. И поэтому я прочитав ваши комментарии, соответственно, по комментариям будет отдельный ролик, потому что я очень хочу эти комментарии все собрать в кучу. Очень замечательные комментарии, я прямо обалдею, прямо вот мне нравится. Спасибо вам за них. Я иду в магазин и потом я бреюсь. Это было вчера, это было не сегодня. Комментарии ваши обсуждать я буду завтра или послезавтра. Вывод такой, что как инструмент для бритья одноразовый станок конечно имеет быть место. Может быть у меня не лучшая опасная бритва, может быть у меня не лучшая заточка. Но по-любому опасная бритва это инструмент. Станок для бритья это вот предмет быта. Самый обычный. Как мусорный пакет завязал, выкинул и получил на выхлупе миллионы тонн дерьма, который трудно разлагается и уничтожает флору и фауну. В основном фауну в океане. Это может быть слишком много слов я сейчас произнес, конечно. Ничего не говорю. Но это факт. Смотрите этот сумбурный ролик. Опять у меня нет не сумбурных. Ну какие-то там есть, за которые вы цепляетесь. В основном все сумбур. Покупайте пластиковые станки. Покупайте всякое говно. Брейтесь. Смотрите мировой океан. Да и вообще срать надо у нас на всех. Чем быстрее мы сдохнем, тем быстрее помрем. А помрем только думать не о чем. Не о чем думать. Мозги также стали землей и ты все забыл. Всем привет, кто верит в реинкарнацию. Особенно на другой планете. Ну может так и есть. Я не знаю. Все будет хорошо. Наверное. Всем спасибо. Далее смотрите. Сто девятьнадцать. Ага. Пошло? Спасибо. Пошло? Спасибо. Пошло. Пошло. Пойду. Стою ли штук-то? Пять штук за 119 рублей. этот ролик он даже не знаю как показано из каких составных частей его снять здесь вопрос в том что я хочу сравнить такие опасные ли ты такой вот замечательные опасной бритвой как там любят делать блогером вот так вот так вот так было виднее якобы настраивается резкость мой бог баран ничего нового особенно вот обалденный одноразовый выбор который купил всего лишь за 100 рублей за пять штуки отлично переходим на станки одноразовые который заряд так вот берем нашу вечную бритву ну вечно не существует на вечно двигателя а вечная бритва естественно существует показывает сергей в вечер не показал я пока доводка на абразивной стороне с абразивной пасты ну если заправка на чистой стороне просто пустой в данном случае потому что здесь ворсистая сторона такая кожаная такой меньше стоит на 2012 за это давно это явный перебор вот теперь я я сейчас не буду пользоваться вот этими всякими штуками всякими мазками сейчас не важно мне важно сравнить хочу лицо разделить на две части и побрить значит сейчас скажу более неудобную сторону я побрюю опасной бритвы и более удобную сторону я побрюю именно станком и так сейчас я конечно буду это время размачивать щетину теперь значит я не могу с рукава беру такой предмет очень что интересное есть продажа и стоит у меня он настоящий момент весьма и весьма недорого и даро на самом деле пена просто балдуешь так ну что друзья значит в чем смысл данных действов я сейчас одну полную лица брию опасной бритвы ну насколько смогу сдереть уж не без сути и ведь не пленился все не поехал купил биг вот ладно часть сложно достаточно она конечно практически безучно идет то что там ничего нет но опять-таки на видео сложнее снимать чуть-чуть вообще идеально пошли ну что вот это дело нашел спечатаем детском сказать может даже в 95 я вот таким уголном big металл чё одно лезвие ладно холодной водой и дарим поехали вот так и вот получается шляпа а вот работает но конечно качество конечно бритья 0 позорняк эти точки заживу через минуту их не будет ну через там я побрею сейчас и буквально кого-то времени она не будет здесь чему ты не до конца не понял что косморка Продолжение следует... 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 Да нет, до прохода, в принципе, и станок неплох, ничего не было варить. У него прохода, три прохода. Четыре, пять, шесть, семь. Как всегда, в лучших традициях. Так, Женя, сравниваем. На подбородке примерно одинаково, на щеке, где брили станком, Женя больше, на щеке, где брили, бритвы опасного возраста, Женя вообще нет. Ну, сам ничего не буду говорить, после станка кровь выступает до сих пор. Ну, короче, хрен знает что. Но. Станок новый, бритва старая. Бритвы уже, сколько лет-то, под пятна рек близко, наверное. Вот, и там, и тут микрокапли до сих пор выступают. В принципе, в целом, так ничего. Ну, в целом, конечно, может быть, может быть. Вот сей, сей прибор, сей прибор, я так думаю, что вряд ли он чем-то хуже пяти-извиненного, или семи-извиненного, или хера на скольки-извиненного. Но, на самом деле, он является засорителем окружающей среды. Спасибо.